1, 2, 3 Меня зовут Марк Родвей, я режиссёр, и я работаю в киноиндустрии уже порядка 20 лет. Я Мэтью Тейлор, я оператор-постановщик. Я работаю с камерами Canon уже несколько лет. Мы использовали Canon 5D Mark II, Mark III, C300 Mark I и Mark II. Нам часто нужна небольшая компактная камера, с которой легко обращаться. Я думаю, когда вышла модель Canon 5D Mark II, все были поражены качеством изображения в видео. Наверное, даже сами создатели. Такие возможности открывает эта камера. С тех пор в Canon собрали линейку моделей на основе цифровых камер Cinema и ОС для киноиндустрии. И работать с этими камерами очень легко. Доступность в плане размера и цены делает их идеальными для начинающих в кино. Я думаю, учиться стоит именно на этих моделях. Я использовал их во всех коротких фильмах и прочих проектах. И считаю, что им всегда найдется применение. Компания Canon предложила мне снять клип при помощи 5D Mark IV. Меня заинтересовал этот проект. Постараться при помощи клипа творчески продемонстрировать новые возможности камеры. Я впервые использовал камеру с автофокусом и, честно признаться, был весьма впечатлен. Никогда не думал, что получу такие результаты. Слежение при распознавании лиц работает выше всяких похвал. Первые 15 секунд клипа — это непрерывная съемка со слежением. Мы вместе с актером идем назад подарками. Мотор? Мы использовали для этого стедикам МОВИ. Мы снимали в разрешении 4К, делая автофокус на лице актера при помощи инструмента распознавания лиц. Получилось просто превосходно. Мне кажется, изображение оставалось четким на всем протяжении съемок. Каждый дубль. Это впечатляет. Я был поражен, как и вся съемочная группа. Это и в самом деле шаг вперед. Мы также часто использовали другую возможность этой камеры — управление с планшета по Wi-Fi. Камера была установлена снаружи на капоте, и во время езды мы управляли ей, сидя в машине. С планшета вы можете настроить экспозицию, значение ISO, выдержку, начать и закончить съемку. Когда мы выезжали на солнце, мы уменьшали экспозицию, а когда ехали подарками или чем-то подобным, снова ее увеличивали. Это избавило нас от необходимости останавливать машину, выходить и настраивать все снаружи, а потом повторять дубль. Сэкономили кучу времени. У нас была камера внутри машины для съемки сзади. Ее небольшой размер для этого очень удобен, как и установка на капот. Можно снимать откуда угодно, между сидений, над сидениями, снаружи машины. Это очень просто. В этом фильме мы использовали разрешение 4К, причем сенсор этой камеры полностью подавляет эффект МОАРа. А изображение при съемке камерами Кэнон выходит более мягким, что ли, более кинематографичным по сравнению с другими камерами. Особенно при слабом освещении. Уровень шума снижен по сравнению с предыдущими моделями, и даже если ты выставляешь ISO на 4000, 5000, даже на 6400, мы все протестировали. На пределе шум не уродует картинку. Так что можно смело экспериментировать. Оглядываясь назад, я был на самом деле впечатлен качеством изображения. Абсолютно незаметно, что снимали цифровой зеркальной камеры. Знаете, мне кажется, что это большой шаг вперед. Эта камера идеально подойдет для тех, кто хочет получить хорошее качество при ограниченном бюджете.